Добрый день, Автоимперия! В общем сбылась моя мечта, я все-таки повзрослел и смог купить себе пятерку Е34, 89 год, но она живая, вы представляете, мы искали эту машину очень долгое время, мы пересмотрели кучу вариантов, просто огромную кучу вариантов, все они были кривые, битые, но эта машина, она ни разу не была в крупном ДТП, единственное что с ней было, это вот в задний бампер ей въехали, но это все ерунда, что мы будем делать с этой машиной, мы будем ее восстанавливать полностью в заводское состояние, будем переделывать ей полностью все, подвеску, двигатель, салон, ну с кузовом уже кузовные работы у нас были проделаны и вы их увидите, там есть фотографии, в целом 89 год, убер какое-то количество пробег, я даже не знаю, не представляю, я не хочу даже об этом думать, ни кривой кузов, геометрия не нарушена, что мы сделали, мы восстановили полностью пороги, так как пороги на Е34 слабое место, я думаю все любители БМВ об этом прекрасно знают, также мы полностью проварили все днище, мы вырезали все гнилые элементы и варили полтора миллиметра железа, то есть обработали все это дело, аккуратненько проварили, усилили чашки, в общем было сделано колоссальное количество работы и было потрачено огромное количество времени, но это время было потрачено с огромным удовольствием, потому что это делается для себя, мы не будем это называть каким-то проектом, нет, это просто будет машина мечты. Субтитры создавал DimaTorzok Блин, он просто нереально тяжелый, даже вот если посмотреть по задней части, удар был всего лишь в заднюю часть один раз, то есть тут бампер расколол, это понятное дело, но сама геометрия вот этой, скажем так, этого бассейна, она не нарушена, все осталось, скажем так, в идеале, ну то есть вы можете прекрасно это увидеть. Просто нереально тяжелая крышка. Машина у нас дорестайлинговая, если кто не знает, блин, можно голову отрубить спокойно, машина дорестайлинг, мы ее так и будем оставлять в дорестайлинговом состоянии, мы не будем ее переделывать в рестайлинг, единственное вот, что по кузову у нас пока не хватает, и у меня вызвало это огромную проблему, это у нас нет задней сабли на бампере, и нет молдингов, то есть отсутствуют молдинги, что с левой стороны, что с правой стороны, и плюс маленькие заглушечки, заглушечек также нет, но это все большой проблем не вызывает, я думаю, со временем мы все это найдем. Про внешний вид, ребят, я вам уже рассказал, то есть внешние основные элементы все живые, мы выбрали для нее такой приятный васильковый цвет, мы не будем делать вот этих М-обвесов, я как уже сказал, все заводское будет, но вот по салону, по салону, конечно, у нас полностью беда, беда полнейшая, он убит, ну не сказать, что в хлам, но убит достаточно хорошо, то есть здесь, я так думаю, мы будем перетягивать его, или вообще менять просто на нормальный салон, живой, то есть все панельки будут сменены, еще у меня вот этот серый цвет, что сиденье, что карт дверей, он, конечно, немножко раздражает, я думаю, все-таки от серого цвета мы будем избавляться, ну некрасивый он, просто машина BMW, она представляла всегда бизнес-класс, но серый цвет он представляет какую-то Лачете, или Логан, ну не знаю, ну это не в обиду Логану и Лачете, так что салон мы полностью будем переделывать, тоже на это будем тратить очень много времени, давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...